Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Он участвовал в рейде в тылу врага по доставке оружия и снарядов. Из 300 человек, участвовавших в этом рейде, вернулись только 12 человек, в том числе и мой прадед. За эту военную операцию он был награжден орденом Красной Звезды, закончил войну в Берлине. Отец, расскажи мне о прошлой войне. Прости, что прошу тебя снова и снова, я помню по ранней твоей седине, как юность твоя начиналась сурово. Так появилась книга памяти четвертого Б-класса. В школе об этом узнали. За дело взялась учитель истории Евгения Загозкина. К проекту начали присоединяться ученики других классов. Нужно было организовать только всю школу. И поэтому мы постарались донести до каждого класса, до каждого ребенка информацию о том, что они в акции могут поучаствовать. И когда к нам пошел материал, самый разнообразный, где-то очень небольшой, где-то очень большой, где-то интригующий материал, мы поняли, что просто так держать его в руках невозможно, и просто так оцифрованно помещать на сайт Бессмертного полка нам этого будет мало. Мы начали рассказывать. У нас прошла серия классных часов, выступлений, и началось обобщение материала. И вот книга четвертого класса превратилась в книгу памяти 29-й школы. В нее вошло множество имен, множество судеб. Обобщением собранного материала занимался старшеклассник Арсений. Больше всего мне запомнилась история. Честно говоря, не помню, как зовут этого ветерана. Но помню, что из воспоминаний остались лишь одни медали. То есть ни истории, ничего не осталось, лишь одни медали остались. По словам педагогов, в обычной жизни не так много поводов, чтобы поговорить об истории, о войне. При этом тех, кто может рассказать обо всем из первых уст, ветеранов, становится все меньше. Тем, кто прошел всю войну, сейчас уже почти сто лет. Большинство же оставшихся ветеранов войны отправились на фронт с 17-летними юнцами. Сейчас им за 90. Это очень много. Жизнь продолжает бежать вперед, как ластик, стирая воспоминания. Когда я в своем предке стала искать об Анатолии Евгеньевиче, да, вот о папином брате, я нашла, что он погиб в самом первом бою. И в первом бою он оказался без оружия в руках вообще. То есть ребят с эшелона сняли, и они пошли в атаку. И о нем ничего не осталось, кроме места, где он, на каком поле примерно он погиб. Отец, нас дели свою память и грусть, Как дикие радости с нами ты едешь. Позволь, день победы я рядом пройдусь, Когда ордена ты волнуясь наденешь. Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось твоих в этом частном строю. Дед, вставай. Через 10 годков, что за лица увидят мои дети 9 мая, Кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю, но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь. Ведь я твоя память. Ко дню победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, Сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построении бессмертного полка. Они должны пройти победным строем. Подробности на сайте мойполк.ру